Добрый день, это «Итоги недели» на канале Севилнет в студии я и мой коллега Аршалуис Магдасям. Приветствую, Аршалуис. Приветствую, Става. Аршалуис, несомненно, топ-тема недели этой и прошлой недели – это решение Армянского конституционного суда о том, что римский статут Международного уголовного суда соответствует главному закону страны. Но это решение было очень остро воспринято в Москве, как мы знаем. В МИД России восприняли это очень болезненно. Заявили о том, что это неприемлемо в контексте того, что тот же суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, как мы знаем. В Армении идут очень острые дебаты. Многие в этом видят неразумный шаг, направленный против Москвы. Как, по-твоему, это все-таки такой преднамеренный политический акт или какая-то такая безалаберность в плане тайминга выбора времени? Все-таки справедливости ради скажем, что процесс был начат еще в конце прошлого года. Процесс был начат давно, но процесс по Владимиру Путину, по России тоже был начат давно. То есть, это не тот случай, когда был сразу Международный уголовный суд принял решение по Владимиру Путину. Но, в целом, я, конечно, в главах наших властей не сижу, не могу говорить, о чем они думают, как они мыслят, как они подходят к этому вопросу. Но, в целом, политическая логика подсказывает, что, конечно же, прямой корреляции между этим вопросом нет. Но риск о том, что в Москве примут данный шаг соответствующим образом, можно было предвидеть достаточно легко. С учетом того, что Россия уже давно эти международные организации, международные инстанции считает вообще вражескими, западными и так далее. И тем более, или тем паче, что данная инстанция выдала ордер на арест российского президента. В связи с этим дипломатия вообще в целом направлена на то, чтобы решать задачи. Задачи поставлены перед государством. Одно из этих задач – это вообще расширение круга своих друзей среди международного сообщества. Вторая задача – это имидж государства. Третья – это экономическая кооперация и так далее. Да, вот в этом плане, если подходить к этому вопросу, данный шаг Армении по ратификации римского статута международного уголовного суда. Но ратификации пока не произошло. Ну, в целом процесс, я имею в виду процесс. Конечно, там иди объясни российским экспертам, что ратификация пока ничего не произошла, процесс может повиснуть и так далее. Все-таки процесс в данном случае реакции пошел, МИД сделал соответствующее заявление, и это стало еще одной коллизией без того сложных во времена российских отношений. В этом плане, то есть, дипломатия должна сглаживать эти острые углы. То, что МИД России сделал соответствующее заявление, и в тот же день была встреча с послом Армении в российском МИДе, с российским замминистром иностранных дел. Это фактически свидетельствует о том, что данные, так скажем, данные опасения российской стороны были переданы и армянскому послу. И в целом то, что Россия выступила с таким заявлением, говорит о том, что дипломатия здесь забуксовала. И коммуникация. Дипломатия и стратегическая коммуникация с страной, которая является или представляет важность для Армении по разным критериям, в том числе экономическим, в плане безопасности, в плане безопасности Арцаха и так далее и тому подобное. В этом плане, то есть, мы имеем ситуацию, когда шаг Армении, мы должны решить, вот мы должны посмотреть на чаще весов поставить шаг Армении, он что сделал? Он решил какие-нибудь задачи или он в итоге решает какие-то задачи по привлечению Азербайджана к ответственности или создает новое напряжение в отношениях с Россией? Ну, вот тут, по-моему, вот две плоскости, как ты отметил, и, по-моему, в этих эмоциональных дебатах теряется самый главный ответ на вопрос, должна ли Армения вообще отказаться от этого суда, от этой инстанции, от этого еще одного очередного международно-правового института, который позволит теоретически преследовать азербайджанских военных преступников. У нас есть вопрос военнопленных, у нас остается Арцах в блокаде уже больше двух месяцев. Все-таки тут вопрос коммуникации, дипломатии или нужно отступить вообще от этого процесса? То, что Арцах находится в блокаде и то, что российские миротворцы или российская сторона не предпринимает или предпринимает малоэффективные шаги для того, чтобы разблокировать Силочинский коридор, это понятно всем. То есть, Россия в этом плане достаточно неэффективно сейчас действует в нашем регионе или действует так, как может, или просто не хочет поссориться с Азербайджаном, это понятно. Армения ищет в этой создавшейся ситуации, когда возникли какие-то места, где образовался вакуум безопасности, пытаются заполнить тем, чем может. Это привлечение западных наблюдателей, мониторинговых миссий и так далее. И тут тоже, кстати, есть опасения, недовольство и так далее. И тут тоже есть недовольство, он наталкивается на это, но как-то все это сглаживается или не сглаживается, как-то пытается все это замять. Но то, что мы имеем речь с личностью Владимира Путина, а в этом плане очень многие российские эксперты, которые хорошо анализируют российскую политику, они всегда подчеркивают, что личностные моменты для самого Владимира Путина, российского президента, достаточно важны. Тем лидерам, которым удалось налаживать с ним личные хорошие взаимоотношения, в целом от этого выиграли и страны. Поэтому в этом плане нужно было понимать, данный шаг создает проблемы для Армении с другого бока, с другой стороны, или не создает. Если он создает проблемы, и эти проблемы превышают те благи, которые этот суд может предоставить, а может и не предоставить. Ну да, это все в теории, понятно. Все в теории, да, мы будем обращаться в этот суд, суд будет рассматривать все это и вынесет определенное решение. И причем это решение, если вот очень жестко, чисто прагматично подходить к вопросу, данное решение не может распространиться на Азербайджан, потому что Азербайджан вообще не признал юрисдикцию данного суда. И мы имеем еще другое решение Гаагского трибунала международного суда ООН, которое обязало Азербайджан разблокировать Злачинский коридор. И что? Злачинский коридор разблокировал? Нет. То есть, если следовать этой логике, стоит как бы отказаться от международных правовых инстанций? Я не думаю, что стоит отказаться, просто Армения должна сейчас, я так думаю, это мое личное мнение, нужно просто повременить с этим процессом как-то. Пока что Армения не ратифицировала данный документ, я думаю, после вот этой резкой и очень чувствительной реакции Россия здесь попытаются как-то тормозить этот процесс, и этот процесс можно легко тормозить, потому что данный процесс инициировало правительство, и правительство должно направить данный договор в парламент на рассмотрение. Правительство просто может тормозить этот процесс и не отправить, и этот целый процесс ратификации повиснет в воздухе. И не снять с повестки, не отказаться от этого всего, а просто тормозить этот процесс и начать нормальный диалог, нормальную коммуникацию со всеми внешними партнерами, потому что бенефициарами этого процесса является не только Россия. Это затрагивает не только Россию, это достаточно весомый институт, западный институт по сути своей, и в целом западные страны должны будут как-то реагировать, если данный институт принимает какое-то решение. Поэтому нужно ввести нормальный, выверенный диалог, коммуникацию со всеми игроками, которые представляют важность для Армении, и объяснить им мотивацию армянского шага, шага правительства Армении. Ты согласен с тем, что всё-таки во всех обсуждениях, внутриармянских обсуждениях, всё-таки несколько сгущаются краски, потому что, во-первых, это пока не ратифицировано, в случае ратификации и в случае, предположим, визита Владимира Путина, всё-таки государство будет само решать, что делать, и оно может не выполнять. Давайте не будем смешить наших зрителей, если даже Армения подпишет или ратифицирует данный документ, Армения никаких действий против Владимира Путина не предпринимет. То есть, есть это сгущение красок. Чтобы не заявляли некоторые, так скажем, провластные даже депутаты. Сгущение красок, конечно, есть, конечно, есть аффилированные в политическом плане группы, которые продвигают какие-то свои предубеждения, интересы, своё мировоззрение, представление о внешней политике и так далее. А на самом деле внешняя политика должна служить всему армянскому народу, то есть, на которой проживают, особенно для тех, которые проживают в Армении, армянскому государству. В данном плане, в этом плане она должна не создавать проблемы, а решать эти проблемы. И мы, и пусть наши зрители для себя прикинут, и те, которые пророссийские, и те, которые прозападные, и те, которые, так скажем, про… Не сориентировались, возможно. Или проармянские, так скажем. Для меня прозападных, пророссийских я разделяю условно, они все для меня проармянские, потому что просто одни считают, что вместе с Россией можно решать все проблемы, или многие проблемы армянского государства, а другие вместе с Западом. Поэтому пусть они просто трезво оценят ситуацию. Данный шаг создаст новые проблемы, или решит основные проблемы, или создаст новые проблемы. Например, сегодня мы имеем ситуацию, когда Россельхознадзор внезапно для многих принял решение, что некоторые армянские молочные компании, которые поставляют молочную продукцию в Россию, они какие-то непригодные или недостаточно качественные иранское сирио используют, которое запрещено возить в Россию. И Москва, кстати, предупредила о возможных. Негативных последствиях этого решения. Ты считаешь, что это уже первая ласточка? Это, наверное, я не думаю, что это совпадение. Это, наверное, первый звоночек, так скажем. Не могу сказать, это приведет к каким-то конкретным и сложным, так скажем, последствиям или нет. Если процесс затормозят, если как-то начнут объяснять всем сторонам логику действия Армении, и думаю, можно будет, так скажем, обойти все эти негативные последствия. Если же нет, мы имеем уйма примеров, когда Россельскохозяйственной надзор, будучи техническим органом, там сидят технократы, по сути, которые решают там вопросы качества и так далее, продукции, она применялась как политический кнут. То есть, политический технократ, назовем это так. Она применялась в политике и применялась с самой разной запретом по отношению самых разных стран. Историю с Турцией. Историю с Турцией, с азербайджанскими помидорами и так далее, и тому подобное. И были по отношению к Армении тоже в свое время какие-то действия в этом плане. Поэтому, да, здесь я думаю, что есть определенный политический компонент в этом заявлении и решении, и она и зависит от уровня и качества армянно-российской коммуникации в этом плане, каким будут дальнейшие действия. Спасибо, Ашалуис. Ну, а мы будем следить за развитием событий. Спасибо за то. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет. Продолжение следует...